Здарова атлеты школы воркаута! С вами сегодня говорим о долгожданном выходе силой обратным хватом. Во всех видео об различных выходах силой вы просили у меня именно этот выход силой. И я сразу предупреждаю вас, что мы только что отсняли весь контент на английский канал, поэтому я скорее всего буду сбиваться, а не вините меня за это. Вот он докажет, что мы только что на английский досняли. Чтобы сделать обучение максимально правильным с точки зрения логики, я считаю, что стоит начать с разницы между обычным выходом силой, любым, то бишь, или широким, или узким, или даже медленным выходом силой, всей вот этой вот группой, и именно выходом силой нижним хватом. Либо иногда я, наверное, буду называть его обратным, потому что... Ну, что неправильно, потому что инверт с английского как раз-таки обратный, и я могу немножко здесь путаться, но это не важно. И разница в том, что когда мы делаем выход силой нижним хватом, мы пропускаем стандартное деление выхода силой. Стандартное деление выхода силой заключается в том, что у вас есть три фазы. Первая фаза, когда вы себя тянете максимально высоко. Затем у вас есть фаза перехода, так сказать, от тянущего к толкающему движению. И затем третья фаза толкающего движения. Так вот это вот середина, самое сложное движение, мы в нижнем хвате пропускаем. Но не так, чтобы пропускаем, и нам становится легче. А мы вынуждены его пропустить, потому что здесь наши пальцы оказываются на турнике, сверху турника, и мы как бы не можем ими толкать и сделать силой вот эту среднюю фазу. Именно поэтому нам придется еще выше подтягиваться, и еще больше тратить на это сил, и потом резче сменять вот этот хват. Итак, теперь вы поняли технические моменты, чем отличается обычный выход силой от вот этого выхода силы нижним хватом. Давайте посмотрим упражнения, которые помогут вам его сделать. Итак, школа воркаута не была бы школой воркаута, если бы мы не начали с базы. И тут базовые движения будут прямо очевидны. Это обычный выход силы. Естественно, вы должны быть уверены уже в обычном выходе силой, делать его и в хорошей форме, я имею в виду, без помощи ног, и с помощью ног для того, чтобы чувствовать инерцию. То есть вы должны обладать именно уверенностью в любом выходе силой. И обычное подтягивание нижним хватом, но они не должны быть как чинапсы, да. То есть когда вы подтягиваетесь, зажимаете здесь и только ваш подбородок выше турника, а должны подтягиваться уверенно, раскрывать свои плечи, сводить лопатки и тянуть высоко достаточно примерно до солнечного сплетения хотя бы. Это на первом этапе. Давайте посмотрим оба эти движения. Четкий выход силы без помощи ног, с помощью ног и вот эти вот дополнительные подтягивания нижним хватом. Вот такое вот с помощью ног. Затем уже более чистый, да, без помощи. Тоже должны быть уверены. И давайте перейдем к самому последнему, это нижний хват. Итак, вы достигли очень хорошего уровня в базе. Вы можете делать это так же легко, как я, может быть даже лучше. Следующий шаг будет реально высокие подтягивания нижним хватом. И здесь вы должны понять, как использовать ваши ноги для того, чтобы дать себе дополнительную инерцию, дополнительный момент. Итак, как это будет выглядеть сначала, а потом подскажу некоторые принципы и секреты этого движения, что ли. Примерно так это выглядит. Первое, что вам нужно понять, что из обычного виса будет очень тяжело сделать. Поэтому делайте небольшой качок, как бы, да, или шаг вперед перед тем, как начать себя тянуть. Это даст вам дополнительную инерцию, потому что вы сработаете как пружина. Представьте, что вы растянули пружину, потом резко ее отпустили. У нее есть какая-то изначально потенциальная энергия, которая превращается в кинетическую. Именно так вы будете работать. Набираете изначально потенциальную энергию, потом превращаете ее в кинетическую. Идете чем выше, тем лучше. Следующий шаг, это очень жестко, как бы, следующий момент, не шаг. Очень жестко браться за турник. Вы должны его прямо максимально сжимать, потому что вся сила вот этого изначального рывка идет от ваших кистей. Поэтому не забывайте про ваш хват. И следующая вещь, это распускайте немножко хват наверху. Это вот очень тонкий момент, секрет, можно сказать, да, который вам поможет сделать потом выход силой. Потому что если вы будете его сжимать и так и держать доверху, у вас не получится сменить резко хват. Но об этом мы поговорим немножко позднее. Даже самые продвинутые движения начинаются с базы. Именно поэтому у нас есть замечательная новость для вас. Это скидка на базовый курс. Она всего лишь один день будет действовать. Все ссылочки в описании. Торопитесь, если успеете. Итак, наконец-то мы дошли до самого важного момента и этот момент смены хвата. Для этого нам нужен вот такой вот низкий турник. Мы будем пользоваться шведской стенкой для того, чтобы сделать это максимально понятным. Итак, вы имеете изначально вот такой хват. И если вы подтягиваетесь даже очень высоко, вы будете иметь вот такой хват. Как же забросить вашу кисть наверх? Во-первых, у вас должно быть понимание, что все-таки вот это движение должно произойти. И, как я уже сказал перед этим, вы в конце движения тянущего должны распустить немного кисть для того, чтобы сменить. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы все-таки завести вашу кисть на турник, ваши плечи должны пойти вперед. А для того, чтобы ваши плечи пошли вперед, вам нужно вывести немного ваши ноги тоже вперед. Для того, чтобы сделать вот такую как бы качель вокруг турника. Это очень важное движение. И его нужно прорабатывать с самого начала и делать подтягивания с этим движением. Давайте вернемся к турнику. И я помогу вам в понимании, как делать подтягивания, чтобы сразу же вас забрасывало на турник. И вам легче вот этот вот хват менять. Итак, вам нужно максимально пользоваться ногами и уносить их вперед, когда вы тянете уже выше груди. Выглядит это примерно так. Чем больше вы выносите ноги вперед, тем больше вас закручивает вокруг турника. Если, конечно, вы подтягиваетесь достаточно высоко. Поэтому изначальные моменты подтягивания высокие обязательно проработайте. Итак, давайте продолжим про смену хвата. Чтобы правильно сменить хват, как я уже сказал, вам нужно переместить ваши плечи наверх. Но для того, чтобы это сделать, недостаточно только поднести ноги вперед. Иначе вас просто унесет назад. Что вам нужно сделать? Всегда держать турник максимально близко к своему телу. Когда вы даже подтягиваетесь очень высоко, не забывайте, что в конечном итоге вам нужно сделать движение, направляющее турник к вашему телу для того, чтобы ваши плечи забросились и резко сменить хват. Не забывайте, что вот это движение должно быть очень быстрое и резкое для того, чтобы успеть поставить ваши кисти. Иначе вы можете сломать ваши пальцы большие. Итак, вы уже можете делать выход силы. Вы понимаете все технические аспекты. Теперь только тренировки. И очень скоро вы сделаете его 100%. Но один дополнительный очень важный момент. Что вам нужно понимать, так это как спускаться. И вообще обычно в выходе силы никто никогда не застряет на этом моменте. Но здесь именно при вот этом нижнем хвате это очень важно. Потому что здесь вам не просто нужно спускаться, но отталкивать немного себя назад. И потом спускаясь, как бы падая вниз, резко менять хват обратно. Иначе вы просто не зацепитесь и упадете. Либо повредите опять же связку, которая отвечает за большой палец. Поэтому еще раз отталкиваем себя немножко назад. Как бы спадаем назад. Расслабляем руки и резко зацепляемся уже внизу. И продолжаем движение. Итак, это была наша достаточно короткая, но я очень надеюсь, что познавательная обучалка. Про выход силой нижним хватом. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Если вы уже умеете делать выход нижним хватом. Либо вообще какие-нибудь экзотические выходы силы, о которых мы не знаем. Или вы хотите получить на них обучалку, тоже обязательно в комментариях нам об этом напишите. И увидимся в следующем выпуске. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И как обычно, не забывайте включать уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok